Из Бреста до Пинска около 200 километров, или порядка 108 морских мили. Именно этот путь традиционно в мае проделывают ребята, курсанты Центра юных моряков Слатилии города Бреста, в рамках водного похода памяти. Из полутора тысяч сегодняшних воспитанников, только 28 лучших у достойной чести отправятся по маршруту мужества. Этот поход памяти мы проводим в седьмой раз, и традиционно он посвящен Дню Победы. В этом году к нам добавляется знаменательная дата, юбилейная дата, это 70-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Поэтому, конечно, это мероприятие на сегодняшний день приобретает особую значимость. Центра юных моряков я хожу с четвертого класса, четыре года уже. Мне это очень нравится, потому что мы здесь ходим в туристические походы, завязываем мазки и узлы вяжем. Такой поход, как сейчас, поход памяти, по местам боевой славы. Я уже хожу второй раз, и мне это очень нравится. Стартовало путешествие ребят на шлюзе Тришин, где располагается памятник погибшим в 1944 году инженером Днепробужского канала. Здесь состоялся митинг реквием и возложение цветов. В общей сложности за шесть дней юным морякам с преподавателями и командой теплоходов Рост необходимо проделать более 400 километров. За это время курсанты центра посетят памятные места в городе Кобрине и Пинске, в Драгичинском районе, где проведут митинги реквиемы и займутся благоустройством захоронений. Конечно, особенно приятно, что в Бресте чтят и помнят героев, погибших в годы Великой Отечественной войны. И поход память – это поход прежде всего наших мальчишек в историю нашей страны, в историю Великой Отечественной войны. Героями не рождаются, героями становятся. Хочется верить, что такие понятия, как доблесть, честь и отвага, будут непустым звуком и замоют почетное место в жизни каждого из этих ребят.